Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Medical Fitness Psychology, я и Валерий Финкратцев Сергей. Сегодня мы обсудим с вами чувство тревоги. Очень многие пишут и жалуются постоянно на чувство тревоги. И чаще всего причиной этому является генерализованное расстройство личности. Это то, когда вы постоянно пытаетесь предупредить какие-либо проблемы или какие-то нехорошие события в вашей жизни. Вы боитесь, что наступит пожар. Вы выходите из дома, вспоминаете, а выключили ли вы утюг или не выключили. Вы боитесь заболеть. Вот у меня есть один яркий случай. Девушка очень боится заболеть онкологией. Она верит, что мобильные телефоны, что КТ, что какие-то другие препараты, аппараты могут вызвать у нее, соответственно, онкологию. И она постоянно проверяется, ходит по врачам. Все ей говорят, что она здорова. У нее есть небольшие патологии опорно-двигательного аппарата. И все, там пару грыж. Все, больше ничего. Но человек постоянно находится в такой панике. То есть он увязывает свое хроническое заболевание с тем, что скрыто протекает онкология. И кажется, что ее нужно постоянно выявить, да, наконец-таки найти и начать с ней бороться. Хотя никакой онкологии, повторюсь, у человека нет. Нет, есть целая стопка документов из онкологических центров и так далее, подтверждающих СИЕ. Значит, что такое, как это может еще выражаться, да, это чувство переживания за собственного ребенка, что с ним что-то случится. То есть вы постоянно думаете о том, что что-то может произойти с вашими детьми. Вы постоянно звоните и тем самым, возможно, даже травмируете ребенка, да, потому что мама себя накручивает, она уже на взводе, она выражает как дополнительное давление к этому ребенку. И, соответственно, таким образом даже слегка или, может быть, не слегка травмирует свое дитя. И с этим нужно бороться, дорогие друзья. И тема то, как бороться с тревожными расстройствами, я обязательно сниму отдельно. Но если вам это интересно, на сегодняшний день я хотел бы услышать от вас, что для вас эта тема знакома. Есть ли на канале среди моих подписчиков люди, которых беспокоит это тревожное расстройство? Но оговорюсь сразу, что в достаточно запущенных случаях это все тело должно корректироваться не только занятиями с психологом, но и хотя бы употреблением легких седативных средств. Каких? Многие, конечно, боятся каких-то страшных бадов или еще чего-то. И мы начинаем обычно с такого ритуала, да? Мы начинаем выбирать какое-то время, когда мы расслаблены, и мы пьем ромашковый чай. И вообще ромашковый чай, в принципе, достаточно такое хорошее седативное средство в плане того, что вы его можете пить достаточно часто, и, соответственно, это определенный ритуал, который позволяет вам при должной настройке, при должной вашей настройке успокоиться. Поэтому само ощущение тепла в кружке, да, когда вы садитесь, когда вас никто не трогает, и вы пытаетесь переключить свое внимание. Подробнее об этом я планирую снять в выпуске. И, конечно, в некоторых случаях возможно употребление афобазола. Это уже такой препарат седативный, ну, достаточно легкого такого действия. Но, тем не менее, здесь уже нужно, соответственно, указание врача. На коем случае не назначайте сами себе седативные препараты. Дорогие друзья, будьте здоровы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и опишите мне ваши чувства тревоги, что вас беспокоит. А я основываюсь на ваших комментариях, сниму следующее видео. Да пребудет с вами здоровье! Субтитры подогнал «Симон»!